Китай ведет себя очень цинично, очень правильно в своих интересах. Он получил от Путина все, что хотел. Он получил, но по существу, право полного распоряжения ресурсами Дальнего Востока и Сибири. Ну, кстати, уже просто неудобно это повторять, столько раз говорили, но как же здесь не упомянуть, что перед визитом Китайское министерство природных ресурсов демонстративно опубликовало новую карту Китая и его соседей, где там десятки российских городов были названы теми исконными китайскими именами. А что говорит Андрей Андреевич? А это говорит, что он понимал, насколько военный преступник нуждается в его визите. Это не случайно был выбран момент. Он понял, что Пуи и вообще вся российская власть не смеет ничего пикнуть. Ну, в нормальной ситуации это было бы, представляете, что бы выделывала наша любимая Мария Владимировна Захарова. Я боюсь, ты ставишь. Полный молчок, оказывается, эта скромная женщина, потупив, очень молчит. А промолчали, две недели молчали, значит, признали. Значит, Пупа оставил условия. Вот вообще, ты сейчас в изоляции, ты военный преступник. Ты хочешь, чтобы я тебе приехал. Ты хочешь, чтобы я тебе оказывал какую-то военную помощь. Но для этого признай, что это наши китайские территории. И Путин признал. И Путин признал. Но Си не дал ему сейчас полностью, да, Китай оказывать политическую поддержку. Они сделали массу там антизападных, антиамериканских документов подписали. Он передает ему какие-то там чипы, интегральные схемы такие, вторичного качества. Китай же более технологически развитая страна, чем Россия, что-то он может передавать. Но серьезных вооружений, боеприпасов, больше всего они не нуждаются, мне впрочем, в боеприпасах, даже скорее, чем в самолетах. Он пока не передает, он будет тоже ожидать этого восточного, результат этого весеннего наступления. Если оно не закончится, разгром, она, возможно, два исхода. Или полный разгром русской армии и крах политического режима. Либо война застывает вот в такой сегодняшней стадии войны на истощение с не меняющейся линией фронта. Никаких наступлений у России ресурса нет. Путин мечтает о том, чтобы в результате каких-то дипломатических успехов получить какой-то кусочек украинской территории, который он мог бы продать своему глубинному народу, как почетную ничью в этой войне. Вот Китай подождет себя. Если вот будет вот это сценарийное истощение, здесь Китай, конечно, вмешается, и он достаточно долго будет оказывать поддержку. Поэтому американские стратегии, так же, как и украинские, решают, что нужно заканчивать войну сейчас. Андрей Андреевич, как говорится, ждем победы вооруженных сил Украины и перехода рубля на юаня. Россия скоро будет на юаня переходить. Я бы хотела еще вам задать вот такой фундаментальный вопрос в завершении нашей дискуссии, нашего общения. Это касается решения суда. То есть в суде Гаги выдали ордер на арест российского диктатора Путина. Этот ордер пожизненный. Об этом сказал главный прокурор Международного криминального уния, суда Гаги Каримхан. С России, пишет New York Times недавно, не снимут санкции до тех пор, пока Путина не выдадут Гаги. Если не выдадут Гаги, то санкции будут до тех пор. Более того, значит, главное управление разведки Минобороны Украины говорит, что после выдачи Международным криминальным судом ордера на арест российского диктатора Путина в Кремле уже ищут ему преемника. Кто из ближайшего окружения, по вашему мнению, Андрей Андреевич, принесет Путина в жертву Западу? Когда это произойдет? Это произойдет, когда будет взять Мелитополь и оттуда начнется обстрел Крыма и уничтожен Крымский мост. Мы же видели, наверное, вы тоже смотрели, Даша, эту запись двух побеженных к Кремлю олигархов Пригожина, не того, который с кувалдой бегает, а тот, который муж Валерия и Ахметова, не того Ахметова, который чеченский генерал, я не знаю уж, по-моему, азербайджанский. Это чрезвычайно показательно, эти люди абсолютно неинтересны, они ничего не решают, они пустые болтуны, но это индикатор, мы посмотрели, это окошко настроений российской политической элиты. Вот в последнее время все социологические опросы говорят о какой-то гигантской поддержке Путина, там 60-70, социологические опросы в целитарном обществе это ноль. Нужны другие методы социологического исследования, так называемые фокус-группы. И они есть, это фокус-группы, это видео, это видео, которое мы получаем в десятке. Вот я в последнем своем стриме включил два видео, очень показательных. Одно видео мобиков, ну их же бесконечно много сейчас, мобики жалуются в Верховном Голокаре, что нас вот тут согнали, нас наши командиры бросают, нас атаки, без артиллерии, без всего, нас убивают, 80% нас убили, помогите нас, что-то там оденьте, вооружите их. Вот это настроение российских мобиков. Второе видео очень интересное, такой настоящий русский фашист, я не знаю его имени, имени, ну он известный человек, ну типа-то, я называю их пригоженцы, имея в виду не всю, не всех вагнеровцев, а подобных людей, которые такие убежденные фашисты уничтожают, счастливы от того, что у них есть возможность убивать людей. И так это, это видео я бы назвал, я потом вам пришлю, плач, плач русского фашиста. Вот он там говорит, что все пропало, генералы бездарны, все разворовали, эти мобики, промо, мобики нас в задницу подпирают, мобики ничего не смогут сделать, а нас настоящих бойцов уже почти все уничтожили. И вот третье видео этого Ахмедова и Пригожина. Вот это, вот это настоящее социологическое следствие. Теперь давайте прогнозируем, как все эти люди поведут себя после, еще до уничтожения российской армии, просто вот генерал Зауженный дошел до Мелитополя, взял его и уничтожил Крымский мост. Мобики, они уже не будут брать видео, они просто масса, десятками тысяч побегут с фронта, побегут, как русские солдаты в 1916 году Германского фронта. Что будут делать вот эти Пригожинцы? А то, что они все время обещают, они будут расстреливать полковников и генералов Генштаба, пока они стреляли из пулемета по портретам Герасима. Ну, еще каждый раз они называют Герасимова, ну, вы знаете, кем, не будем повторять, как называли Шойгу, Пригожинцы, тоже невозможно повторить. Эти люди будут просто уже уничтожать Генштаб. Ну, вот в такой обстановке любой человек, любой найдется в России. Я называю Пригожина русским Эрнстом Ромом, потому что был такой же конфликт между, у Гитлера, так же, как у Путина, конфликт между генералами и штурмовиками, генетически неизбежен для любого фашистского режима. Ну, Гитлер был настоящим фюрером, он понял, что надо выбирать, и он предъявил, дал своему другу Рому пистолет с одним патроном. Путин, когда к нему в ночь с 10 на 11 января пришли генералы, потребляя освободить их, Пригожина вернуть Герасимов на его должность, принял половинчатое решение. Герасимов вернул, но и Пригожина отстали. И вот мы видим эту продолжающую два месяца войну, она перейдет уже в горячую фазу, когда зауженный возьмет Мелитополь. Тогда уже или русский Эрн Стром в лице Пригожина, или какой-нибудь русский патриотический полковник Клаус фон Штауферберг уже войдет в бункер Путина и возьмет его за шиворот, или товарищ Си успеет спасти его и выполнить свои последние обещания и пришлет свой санитарный самолет. Это не пустые рассуждения, это анализ вот того, что мы видим. Вот эти видео Мобиков, Вагнеровцев, телефонные перехваты всех этих Пригожинах Ахмедов, вот это настоящий социологический портрет российского общества. Оно ужасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok